Телеканал Управда ТВ представляет итоги дня в студии Дарья Сударева. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Старые правила под гильотину. В Ульяновской области заработают реформа контрольно-надзорной деятельности. В Ульяновске откроют многофункциональный центр для студентов. Ульяновскую медицинскую палату переформатируют. Отказаться от старого и дать предприятиям развиваться. С какими проблемами сталкиваются ульяновские предприниматели и какой инструмент поможет в решении наболевших вопросов. Виктория Черкова разбиралась в новинках Санпина. Можно ли достичь прогресса в современном мире, опираясь на устаревшие нормы и правила? Правила и акты 70-летней давности, написанные для предприятий, скоро будут отменены. Неактуальные Санпины, требования и обязательства тормозят и усложняют жизнь российских производств. Чтобы двигаться вперед, федеральное правительство ввело реформу контроля надзорной деятельности. Называется она регуляторная гильотина. Наш регион будет реформирован одним из первых в стране. Мы приняли решение запустить регуляторную гильотину на уровне региона и муниципалитетов. Основной целью регуляторной гильотины нашего региона должно стать исключение дублирующих, неработающих и нецелесообразных нормативных правовых актов. Старинные нормативы усложняют жизнь новым мануфактурам и артелям. Например, маленькое экологичное производство не сбрасывает ядовитых отходов. Но по советскому Санпину оно должно быть отгорожено километрами санитарной зоны. В этом случае заметно неразумное расходование территории, которое можно застроить. От устаревших правил страдают и сами предприниматели. Элла Глебова производит сыры по итальянским рецептам. В наше время, чтобы варить пьемонт и горгонзолы, достаточно знать технологии и иметь правильный материал. Например, закваски для сыра продаются уже готовыми. То есть в заквасочном помещении сыровары уже не нуждаются. Но по старому правилу этот цех обязателен. Да, оно должно быть. Оно по нормам должно быть. А как вы решаете этот вопрос? Мы приходим и говорим, вот такие закваски. И если взять по нормативу, то, соответственно, мы не проходим. Но, как это называется, прогресс все равно давит, выдавливают эти старые нормы. И я думаю, что внесут в документы возможность использования подобных заквасок. А кто с вас требует вот такие заквасочные цехи? Ну, при стандартной проверке Роспотребнадзора, то они будут с нас требовать. И это один из примеров в несоответствии между правовыми догмами и современными технологиями. Под нож гильотины должны попасть 97 правовых актов, составленных в период с 50-х по 80-е годы 20-го века. Реформа вступит в силу 1 января 2021 года. Виктория Черкова, Данил Сурков. Новости Улправды ТВ. Старшие по домам Ульяновска начинают обучение по специальной образовательной программе. Занятия по вопросам ЖКХ проходят на базе техникума железнодорожного транспорта. Учатся на этот раз 30 специалистов. Образовательная программа подготовлена специально в рамках проекта повышения грамотности населения по вопросам ЖКХ. Старших по домам обучат грамотному составлению договора управления многоквартирным домом, покажут, как контролировать и правильно принимать выполненные работы. А также расскажут о порядке проведения капремонта, правилах благоустройства и других направлениях. Медицинская палата Ульяновской области была создана 8 лет назад с целью защиты прав пациентов и медицинских работников. Сегодня, по мнению власти и общественности, она нуждается в реформировании. Рабочая встреча с членами медицинской палаты прошла в Центральной городской клинической больнице. В Ульяновской области переформатируют работу медицинской палаты. Об этом заявил Сергей Морозов на встрече с медиками и общественниками. Сегодняшние реалии требуют включения общественников в решении более широкого круга проблем. Мы видим о том, что у нас есть, в отличие от других отраслей, в общем-то, все равно крепко стоящие на ногах медицинской палаты. Значит, что она может сделать? В моем понимании она как раз должна решить вопрос не только защищенности, но и улучшения профессионального и морально-психологического климата внутри коллектива. Медпалата должна стать центром большого коллектива врачей, вносить предложения по улучшению работы больниц, бороться с оттоком кадров в другие регионы. Чтобы эффективно исполнять новые функции, палата должна сменить юридический статус, то есть стать автономной некоммерческой организацией. Проблема в том, что тогда она перестанет быть ассоциацией, основанной на членстве врачей, и потеряет часть полномочий. Однако решение найдено. Медицинская палата может явиться учредителем этого ОНО, которое можно назвать как Институт развития кадров здравоохранения. Если раньше палата занималась в основном защитой прав врачей, то теперь у нее будут дополнительные функции. Качество и доступность здравоохранения пока еще, несмотря на строящиеся ФАП и закупки оборудования, оставляет желать лучшего. Причина – кадровый голод. Эту проблему, по мнению власти, нужно решать с помощью всех властных рычагов, мер поддержки и общественных институтов. Павел Половов, Александр Кудряшов. Новости Улл. Правды. ТВ. В Ульяновске предлагается разработать меры поддержки молодым специалистам. Проблему нехватки кадров и маленьких зарплат обсудили студенты медицинских колледжей с главой региона. Подробнее в материале моих коллег. Найти работу, решить жилищные проблемы или получить правовую консультацию. С такими проблемами и вопросами ульяновская молодежь сможет обратиться в многофункциональный центр. В Ульяновске планируют создать МФЦ для студентов, чтобы каждый учащийся университета или колледжа знал свои права и мог без очередей получить необходимые документы и проконсультироваться со специалистами. Давайте подумаем о том, как нам создать такой вот многофункциональный офис для студентов, чтобы они знали свои права, знали свои возможности, знали те меры поддержки, которые у нас существуют. О создании подобного центра говорили на встрече со студентами-медиками. Обсудили проблему нехватки кадров в системе здравоохранения и помощь начинающим специалистам. В регионе уже успешно работают программы по поддержке медицинских работников «Земский доктор» и «Земский фельдшер». По словам депутатов, подобная господдержка должна оказываться и другим профессиям. Я думаю, что сейчас мы приложим все усилия, объединимся и разработаем программы, и будем поддерживать наших выпускников, чтобы они оставались у нас в городе, в наших поликлиниках городских, муниципальных и работали на благо жителей. В регионе уже разрабатывается закон о поддержке молодежи, главная цель которого – помочь закрепиться молодым людям в родном регионе. А все результаты обсуждений с самими студентами будут отражены в документе. Анна Тищенко, Новости Улправда ТВ. Сергей Морозов призвал министров и глав районов обратить внимание на недружелюбный интерфейс. Речь идет в первую очередь о сайте «Доктор 73», на который в последнюю неделю поступило много жалоб. Невозможно записаться к специалистам, сайт висит. Такие жалобы стали поступать в адрес главы Ульяновской области на прошедшей неделе. Какие еще проблемы обсудили на аппаратном совещании, расскажет Егор Титов. Аппаратное совещание прошло в новом инженерном лицее, который строится в Заволжье. Губернатор Сергей Морозов представил образовательный учреждение как образец современной школы 21 века. Кроме того, глава области отметил, что с помощью продуманной комплексной застройки можно существенно улучшить качество жизни в регионе. Еще один способ улучшения жизни заключается в взаимном уважении между государством и обществом. Власть недостаточно хорошо реагирует на вопросы граждан, задаваемые в интернете. Губернатор поручил создать рабочую группу. По анализу сайтов и мобильных приложений органов власти и муниципалитетов. Появится новое министерство цифровой трансформации. А все чиновники должны будут сдать экзамен на знания современных информационных технологий. Работа обратной связи анализировалась на аппаратном совещании на конкретных примерах. Речь идет о программе «Инцидент-менеджмент». Она позволяет органам власти отслеживать информационные поводы в сети и моментально на них реагировать. Ряд ответов требует внимания. И я просила бы обратить внимание на то, какое качество ответов вы даете на те инциденты, которые к вам поступают. В частности, есть ряд отрицательных примеров реагирования. Но иногда на вопросы реагируют обычными отписками. Больше всего таких случаев в Димитровграде. Еще один вопрос касался отсутствия масок в аптеках. И нет ли вообще саботажа о том, что эти маски есть, но они лежат? Раз нам президент запретил, как они считают, а я же, так сказать, там сразу же сказал, отреагировал, а потом президент сказал там всем вам, да, очень жестко, мы вообще, так сказать, лицензии отберем у таких аптекарей. И правильно сделал, чтобы, так сказать, все видели, кто в доме хозяин. Министерство здравоохранения пообещали, что в течение двух дней все перебои в аптеках с масками будут ликвидированы. С нерешенными проблемами людей ознакомила общественная палата. Первый из них касается случая, когда скорую помощь вызывали вечером, а она приехала только с утра. В Минздраве оправдали, что вызов был несрочный. Однако губернатор такой ответ не удовлетворил. Почему самому человеку не объяснили, возмутился Сергей Морозов. Мы тратим колоссальные деньги на здравоохранение, а количество бардака не уменьшается. Вот Валерий Васильевич сегодня мне рассказывал, как он проехал только вот недавно по целому ряду сельских населенных пунктов. Вой стоит. Я тогда не понимаю, мы куда направили десятки миллиардов рублей. Еще один вопрос касался аварийного дома номер 8 по улице Октябрьской. В ужасных условиях в нем проживает труженик тыла. Сроки расселения дома уже перенесены с 2028 на 2021 год. Но это же безобразие, коллеги. Это ладно, вот еще руководитель общественной палаты поднимает этот вопрос, там вот, что называется, выловил эту информацию, показывает, хотя бы и без него должны выловить. Но я не знаю, кто это. Ветеран Великой Отечественной войны, как Александр Санченко здесь сейчас читает слова человека. Или это дитя войны. В общем-то, без разницы. Мы с Сергеем Николаевичем договорились о том, что это свидетели войны. Это люди, которые видели войну. И не просто видели, а сделали все, чтобы, так сказать, мы победили. Однако не все информационные поводы в интернете являются правдивыми. Губернатор отметил, что на публикацию так называемых фейков будут реагировать остро и незамедлительно. В частности, это касается распространения слухов о коронавирусе в Ульяновске. Карантин в школах продлен в связи с ростом заболевания ОРВИ и никак не связан с этой инфекцией. В нашей области на сегодняшний день, подчеркиваю по всем нашим данным, случаев заболевания коронавирусной инфекцией населения в Ульяновской области нет. Значит, для профилактики этого заболевания проведена большая работа. Губернатор также напомнил, что до 24 февраля необходимо отказаться от проведения спортивных мероприятий в закрытых помещениях. Егор Титов, Руслан Баталов, Новости Управда ТВ. До 14 февраля остались считанные дни в теплицах городского центра по благоустройству и озеленению сейчас ОВРАЛ. Ко дню влюбленных и Международному женскому дню здесь вырастили 600 тысяч тюльпанов. Наша съемочная группа с места событий. К празднованию 14 февраля готовятся не только влюбленные пары, но и ульяновские озеленители. Преимущество отдано главным весенним цветам – тюльпанам. Ведь именно на них идет большой спрос у ульяновских мужчин. В теплицах горзеленхоза выращивают 600 тысяч тюльпанов. 25 тысяч срежут ко дню всех влюбленных. Сейчас выращивается около 16 сортов. Раньше выращивали больше, но изучив спрос потребителей, мы перешли именно на эти 16 штук. Луковицы закупают в Голландии. В этом году представительниц прекрасного пола порадуют всеми любимыми желтыми тюльпанами сорта «Стронг Голд». Также большой популярностью пользуются красные цветы «Примависта» и белый «Хакон». Новинка этого сезона – сиреневые красавцы Зинаида Блю. Озеленители уверены – они точно понравятся женщинам. А тем временем в Центре по озеленению вовсю готовятся ко Дню Победы. К 9 мая на улице города высадят бархатцы, бегони и сальвии. Анна Тищенко, Новости, Улправды ТВ. 13 февраля в Ульяновской области сохранится прохладная погода без осадков. Температура воздуха днем опустится до минус 9 градусов. Ветер юго-восточный – 6-9 метров в секунду. Это все новости на сегодня. Смотрите нас на телеканале Улправда ТВ по будням 18.30, 20.30 и 22.30. А также на информационном портале управда.ру 18.50. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин